Всем привет! С вами Fashion Vector Design и я Чайковская Екатерина. Сегодня мы с вами будем рисовать кроп-топ с длинным рукавом, расшитый блестками и пайетками. Я вообще отдельно учу, как рисовать разнообразные кристаллы, блестки, пайетки. У меня есть это в рамках курса. Сейчас я уже показываю готовые отрисованные вещи, то есть вот такого плана пайетки, которыми мы можем расшивать как ниточками, так и раздельно. Вот такого плана пайетки, вот смотрите, они отрисованы. Это градиент у нас радиальный и по-разному он распределен. Таким образом создается полное ощущение и нужно тогда несколько элементов добавлять. И такие же вот у нас с вами есть кристаллики. Единственный минус, то что если мы делаем вот такие градиенты, то мы не сможем их тогда добавить в, соответственно, в заливку. Создать заливку и тогда разумнее разобрать и то, и другое. Вот сколько объектов создать, там я, например, могу сказать, что поменьше создать. Вот, и видите, мой градиент перестает быть градиентом, а становится вот такой вот штучкой, что тоже будет очень интересно смотреться. Можно сделать там побольше, например, объектов, да, но просто 226, вот она, видите, будет такая более тонкая нарезка и будет смотреться. Это я вот вытащила цветовую гамму сюда, ее запихнула. Вот таким образом. Соответственно, вот это все лучше, конечно же, у нас все в одном объекте, да, и из него уже можно будет создавать заливку. Соответственно, будет отдельно нарисован эскиз, потом из кристаллов и блесток создана заливка, а потом она туда применена. Можно расшивать прямо уже как будто бы по изделию вы расшиваете, но в данном случае будет удобно создать заливку, после этого ее применить на эскиз. А здесь у нас все, что мне нужно, есть. Теперь шаблон. Шаблоны я использую свой. У нас их много, есть мужские, женские, детские, для технических эскизов, вот как данные, либо же для художественных эскизов. Можете применять те, которые вам по душе, которые вам нравятся. Вот так сейчас сдвину его в сторону. Блокирую условие, на котором он находится. Выбираю черный контур. Единичка. Нарисуем простую конструкцию топа. Здесь не будет ничего сложного. Все богатство и декор будет, соответственно, в нашем с вами расшитом таком вот принте. Так, не забываем заблокировать слой, на котором у нас расположен шаблон, чтобы он у вас не цеплялся во время рисунка. Это очень важно. Если вот такие штуки возникают, не надо пугаться, мы их сейчас все поправим. Сначала создаем основной контур. Топ будет действительно короткий, поэтому сразу вот и под грудью мы его заканчиваем. Вот я беру эту направляющую инструментом, опорная точка и опускаю. Смотрите, немножко ушла точка под плечом. Мы ее выправляем. Ну, не может быть точка плеча ниже плечевой линии на шаблоне. И это вот то, что очень здорово как раз корректирует внешний вид изделия. То, что вы не можете заехать туда, куда не можете заехать. Потому что некоторые не чувствуют пропорцию. Действительно, когда рисуешь от руки, то ты можешь где-то приукрасить. Хотелось бы, чтобы рукавчик посмотрелся длиннее. И даже в моей практике, когда я работала еще только отрисовщиком, дизайнером, начинала только свою карьеру, мне дизайнер давала эскизы, нарисованные от руки, и фэшн-эскизы. И мы их потом перерабатывали в технический, на наш утвержденный в компании шаблон. И вот я могу сказать, что на этом этапе, ну, 50 не 50, но большой процент эскизов отсеивался. Потому что то, что рисует дизайнер-художник своим видением, и как бы он хотел, чтобы это смотрелось на модели, то, как это будет смотреться на реальной фигуре, например, даже если это 42 размер, но человек все-таки не такой, как в фантазиях дизайнера, и не такой он худенький. Вот, соответственно, это все и вылезает, и понимаешь, что это все не подходит, но лучше отмести это на этапе эскиза, и либо доработать, чем когда это уже пойдет дальше, и непонятно, что с этим будет делать. Так что вот технические эскизы на шаблонах, это, на мой взгляд, безумно правильно, потому что и вы можете посмотреть, как это смотрится, оценить, да, и пропорцию как-то, и так далее. Половинку мы с вами нарисовали, и, как я и сказала, сам эскиз будет очень простой, здесь вообще нечего усложнять. Ну, наверное, только вот горловинка, да. Сейчас мы ее поправим, чтобы вот этих кружочков, мусочков не было, сделаем ее ровненько. Там, мне кажется, лишняя точка организовалась. Нет, не организовалась. Значит, все очень просто править. Оп. С шифтом. С шифтом. И вот эту тоже с шифтом. Все у нас стало на свои места. Так, что мне не нравится? Мне не нравится неравномерность горловины. Вот. И, соответственно, отсутствие спинки. По спинке тоже у нас будет горловинка, которую мы с вами будем, если изделие по-английски иногда называют technical sketch или flat sketch. Вот в чем отличие? Flat sketch, это предполагается, что вы как будто бы положили изделие там на стол, на пол и смотрите на него сверху. А technical sketch, это технический рисунок. Ну, не вижу я в них прям... Их и так, и так называют. Но обычно их называют flats. То есть плоские эскизы. Но я для себя делю. То есть есть flats, а есть которые технические. По-разному. Потому что техникалы их иногда рисуют ну, на фигуре. Перебор у меня с точками. Сейчас мы их уберем. Вот. Сейчас мы вот так вот. Хочу, чтобы была не прямая линия, а все-таки немножко дугообразная. Тогда смотрится помягче. Вот. Когда некоторая дуга есть. И вот эти вот хвостики, которые сейчас у нас торчат, мы их тоже уберем. Инструментом опорная точка, вытянем направляющий. Вот видите, вот эти хвостики. Это ничего страшного. Можно их вот так оп и убрать. Вот. Вот, кстати, тоже частый вопрос. Куда мне делась выточка? На месте ваша выточка. Никуда она не делась. Вон она. Просто она ушла назад. Ее перекрыла часть при слиянии. Она ушла назад. Давайте все беленьким зальем, чтобы у нас был цвет. Вот. Соответственно, наша с вами конструкция. Единственный момент, который мне не нравится, почему у меня... Во-первых, вот эти точки надо поднять немножко. А во-вторых, почему-то не прошло зеркальное отражение вот этого элемента. Вот удобно, что на эскизе есть центральная линия. И от нее можно и крутануть. Вот видите, он внизу. А, наверное, вниз он встал у меня, да? Давайте посмотрим. Давай их там. Нет, один. Значит, не скопировался в прошлый раз. Хорошо. Вот такой коротенький стрейч кроп-топ. Он даже может быть без выточек. Я потенциально их поставила, но вполне может быть и без них. Давайте мы его сгруппируем. Вот такая штучка. Теперь нам нужно для него проработать красивую расшитую заливку. У меня вот есть основной цвет. Посветлее будет такой молочный. Убираем цвет контура. И вот здесь мы с вами сейчас будем сооружать красивую заливку. Располагаем на ней элементы. Так, на передний план. Еще есть такой момент, что вот этот кусочек, прямоугольничек, можно просто заблокировать. И тогда все элементы, которые будут на нем находиться, как бы вы с ними там не кумекали, они не будут каким-либо образом сдвигаться. Что мне не понравилось и почему я вернулась? Потому что вот эту штуку нужно уменьшить пропорционально. Притом пропорционально масштабировать углы обводки и масштабировать обводки эффекта. Таким образом, толщина линий, которая у нас оказалась на пайетках, она тоже смасштабируется и будет правильного формата. Так, на передний план. Соответственно, они у нас одного размера. Вот пример. Так, и бусинки. Сразу по размеру относительно друг друга нам нужно их соотнести, потому что саму заливку мы можем потом и поменять по размеру. Вот здесь нам нужно соотнести все. и естественно мы можем добавить цвета, потому что в моей задумке там еще цвета были и желтенькие такие. Желто-зеленые, вот хорошо. То есть мы еще и цвета можем перекрасить. Еще раз соизмеряем размеры относительно друг друга. Убеждаемся, что у нас все элементы нужной нам цветовой гаммы сделаны. Немножко в яркие пойдем. Вон там можно смотреть, да, что с ней происходит. Элементарно подтянуть яркость цветового круга и таким образом скорректировать. Вот этот момент. Так, сейчас еще раз сброс и яркость подтянем. Вот так. Вот этот зеленый мне не нравится. Я хочу, чтобы он был в другом месте. Вот, отлично. Вот основные цвета. И вот то, что я смотрела, это можно сделать ну, как напылением таким, да, например, использовать. Но я бы хотела руками их расположить. Они могут немножко находить друг на друга, как будто бы они так пришиты. Это нормально. То есть мы вот этот фрагмент делаем вид, что мы вышиваем. Еще раз говорю, можно сделать через символ и поляризатор. Я не очень это люблю. В данном случае вполне можно справиться и руками. Хотя там, может быть, будет и быстрее. Но у меня задача не быстрее, а сделать такую вот художественную насыпку безобразную. Не безобразную, а красивую. Так что вот начинаем с наших с вами пайеток. Можно на них и имитацию нитки изобразить. Я буду изображать. Что я делаю? Я смещаю, нажимаю кнопку Alt, отпускаю кнопку мыши, но получается таким образом копирование. И я вот, видите, размещаю и у меня получается копия, копия, копия. Так. Теперь мы дошьем кристаллики. Такая хаотичная вышивка кристалликами. Ну, по крайней мере, приблизительный образец того, что я видела, был очень красив. поэтому я думаю, что у нас тоже будет все более чем прекрасно. Эти они у меня, видите, разные. Так что сейчас мы их и задействуем. Можно менять местами, то есть это все в наших руках. нужно, чтобы в моей задумке в голове, у меня нету шаблона, сейчас никакого я делаю вот с чистого листа. ничего в голове у меня все только в голове, приблизительная вариация того, как это должно смотреться. Ну, на самом деле это не страшно, я привыкла к такой работе, мне с ней комфортно, возможно, для вас это дискомфортный формат, и вам лучше заранее подумать, что бы вы хотели видеть. Я приблизительно представляю то, что я бы хотела получить, поэтому у нас совершенно прекрасно. Тут надо учитывать, что вот этот квадратик, он будет многократно повторяться, и нужно сделать его таким вот, ну, давайте скажем так, достаточно равномерным, то есть, потому что вот зеленая, она и туда, и сюда, то есть, вот здесь, скорее всего, желтая будет очень уместно. Желательно ее прямо вот на границе разместить, но мы все равно сейчас можем с вами это откорректировать через создание узоров. Давайте мы все вместе выберем, закинем в наши с вами узоры, вот такая вот сложная вышивка, вот мы ее закинули в узоры. И теперь самый простой вариант с ней поработать, мы берем прямоугольничек, заливаем им кусочек, выбираем нашу с вами заливку, вот, вот что у нас получилось. Мы забыли с вами, что прямоугольник, который у нас лежит в основе, разблокировать. Сейчас мы его разблокируем и закинем еще раз заливку с цветом фона, потому что так у меня получилось без цвета фона. В принципе, достаточно равномерно, можно немножечко добавить хаотичности и давайте пробуем, двойной клик вот сюда делаем, сюда по заливочке, возникает меню параметра узора. Здесь мы с вами можем, например, поменять сетку кирпичиком, тогда будет больше динамики. Видите, она как бы так динамику приобрела, вот, либо вот это смещение кирпича, либо же здесь есть очень приятные шестиугольники, они часто дают очень приятный эффект, но в данном случае нам не подходит. Вот, так что кирпичик со смещением, я думаю, будет оптимальным, он оживил. Мы можем с вами сразу, смотрите, что здесь приятно, элементы, которые находятся внутри заливки, мы можем с вами сразу их перемещать. Ну, что ты со мной скандальничаешь, давай перемещай. перемещай. Вот, и таким образом рапорт будет корректироваться. Компьютер обалдел от такого. Сейчас. Очень много элементов, и он начинает задумываться, а что же я от него хочу. Видите, я здесь двигаю, и он везде смещается. Ну, давай, смещай мне. Смещай. Вот. Соответственно, я таким образом могу раскинуть и скорректировать тот вариант, который я хотела. Ну, в общем-то, я достигла нужного мне эффекта, говорю, что готова. Компьютер скажет мне спасибо, что я от него отстала, наконец-то. Вот. У нас получился с вами вот такой рапорт. И теперь мы можем его смело применить к нашему с вами изделию. Расшивать мы будем только вот эти три части. Он получается крупноват, поэтому мы его сейчас отмасштабируем. И нам нужно сделать только масштабирование принта, узора. трансформировать. Сейчас еще раз выбираем элементы. Еще раз масштабирование. Вот, смотрите, пошло масштабирование. Так, надо попробовать, например, двадцать. Передергиваем кнопочку просмотра и вот уже посмотреть, насколько реалистично получаются пропорции. Иногда нужно подогнать понемножечку. Это может быть, например, 17. Возможно, у вас есть такая расшитая ткань и вы хотите ее применить. Вот, все хорошо. Берем основной бежевый цвет и заливаем им, у меня приходим в режим изоляции двойной клик, заливаем им тесемочки. Тесемочки, здесь тесемочки, а спинку, как я обычно рекомендую, мы заливаем цветом основы, потом выбираем его и делаем его чуть-чуть темнее. Таким образом вот этого эффекта того, что эта спинка находится чуть-чуть дальше от нас. Вот такой вышитый весь топ у нас получился. Захотелось мне его сделать, и я его сделала именно таким, каким я хотела. На этом все. Пишите мне свои вопросы, комментарии, ставьте лайки или дизлайки на это видео. Не забывайте подписаться на канал. Каждый вторник мы рисуем эскизы. На этом все. До скорых встреч. Пока-пока.